Привет, друзья! Это наш новый трип. Мы едем теперь в южную сторону. Вообще, это небольшой трип. Мы просто хотим навестить родителей Лены, которые живут в Николаеве. Но параллельно Лена там открыла суперместо. Это какой-то сказочный каньон, где бегают динозавры и единороги. Забежал попрощаться с Сашей. Бувай. Друзья, в трипах запасайтесь музыкой, потому что мы только что ехали, еще в пробку попали. Так было чуть-чуть луныленько, а вот только трек хорошо врубился и сразу все изменилось. Мы с Леном уже почти добрались до гостиницы, в которой мы будем. А это каньон. Как он называется? Южный Бух, река. И здесь каньон и просто невероятный сейчас закат. Мы остановились для того, чтобы пофоткаться. Ну и в принципе увидеть все это, потому что мы проезжали через город. Конечно, это глоток свежего воздуха после города. И круто, что сегодня такой красивый закат. Итак, ребята, мы сейчас на реке Южный Бук. Вот там вот проходит трасса, которая идет на Николаев. А вдоль этой трассы вот так вот находятся такие прикольные камни. И Лена всегда ездила по этой трассе, никогда не замечала здесь такую штуку. И вот как удивительно, что у тебя под носом может быть такое красивое чудо, а ты его не видишь. Я не говорю про эту бутылку с бычками, а вот про эту речку. А чем-то мне это напоминает Joshua Tree Park, там где мы бегали по огромным камням с моей крестницей Лисой и с кумом Дэном. И, кстати, кто занимается велотриалом, ребята, посмотрите на эти камни. Это находится 300 километров от Киева и 170 километров от Николаева. Очень даже крутое место. Ну, а вот это вот, ребята, тот момент, который не очень здесь прикольный. Как и везде у нас, наверное, в стране, есть такие места, где люди свинячат вот так вот и не убирают за собой. И поэтому здесь нереально красивая природа. Камни, речка, все это супер. Но вот эти бутылочки валяющиеся, они, конечно, чуть-чуть выбивают из колеи. И это просто удивительно, потому что, на самом деле, это просто пакетик. И люди здесь 100% были на машине и пили пиво. Корона! Ну, как бы, блин, ну почему бы с собой не забрать этот пакет? Мы уже приехали на другую сторону от того места, где мы были. Тут есть скалолазание. И сейчас мы идем на Радоновое озеро. Может быть, даже там покупаемся. Это и есть то самое Радоновое озеро. Здесь когда-то был карьер Радоновый, а сейчас уже есть озеро. И прикольно озеро, там люди купаются, даже кто-то с маской ныряет. Но где-то мы считали, что здесь лучше очень долго не купаться, потому что этот Радон, мы так не нагуглили, что это такое. Оно не сильно полезное, может быть, если недолго в нем проводить время. Место прикольное, можно заехать, скупнуться. Но здесь тоже много мусора. Но, тем не менее, есть таблички. Есть вон мусорники, кстати, здесь стоят. И в целом все оккультурено и неплохо. В общем, ребятам, тут и есть Мегея. На украинском это называется Мегия. И это оказалось не там, где-то вниз по речке, а это вот здесь, буквально с другой стороны, от того места, где мы ночевали. И вот этот рафтинг, скалолазание и все остальное происходит прямо здесь. Сзади тебя была оса, и она до сих пор сзади тебя не дергайся. В общем, на водопад мы едем вот такими полями. И Лена говорит, странно, что гугл вообще видит эту дорогу. Но все проходимо очень даже, но учитывайте то, что вы не будете ехать по асфальту прям куда. Мы спустились чуть-чуть сюда вниз. Здесь должна находиться старая мельница и водопад. В целом здесь очень много таких всяких тропок. И очень много мест для кострич. Видно, здесь люди тоже становятся кемпингами, но сейчас здесь вообще никого нет. Вот это, судя по всему, старая мельница, и она очень круто выглядит. Я думал, это какие-то просто руины ни о чем. Вау! Как оказалось, по карте водопад немного дальше. Поэтому мы вот это место уже покинули и идем дальше искать водопад. Это очень прикольное место. Возможно, потому что вокруг нет людей. Но в целом мы ожидали какую-то просто разваленную мельницу. Это действительно красивое здание. Было 1929 года. Я так понимаю, постройки очень круто. Мы, кстати, вот идем, и я подумал о том, что здесь идеальное место для того, чтобы поехать сюда байк-трипом. Потому что, когда мы ехали по Херсонской области, мы почему-то все, что я запомнил, это поля, степя, поля, степя. То есть здесь же, вот здесь проходят крутые скалы с мохом, все дела, прям как в Йосемити в каком-то. А по левой стороне очень красивая речка с камушом, с камушками. И вот такая вот дорога. И старинные здания по дороге, и все дела. В общем, если правильно сделать маршрут, то здесь можно было бы очень круто прокатиться по вот этим всем местам на велосипедах. Я думаю, нужно будет это сделать. Не сказать, что мы заблудились, но, как Лена только что сказала, вот это каньон, а вот то водопад. Ну там где-то вверху выше. В общем, мы идем искать водопад, но я надеюсь, это не все. Мы решили не сдаваться и топаем вверх по устью реки. И водопада еще пока не видно, но здесь очень круто. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас уже подъезжаем в Актовый каньон. И здесь очень много вот такой брусчатки. Не прикольно по ней ехать, но тем не менее, то, что мы там увидим, должно оправдать все эти труды. Друзья, друзья, я надеюсь, что это будет очень круто. Воды нет. Нет воды. У меня есть. Мы в Актовом каньоне. Здесь очень красиво должно быть, но сейчас мало воды. Она где-то там журчит. Но вот так вот видно, что ее немного. Думаю, для того, чтобы понять точно всю ситуацию, она просто спустится вниз. Так, ребятки, мы первый раз не совсем доехали до каньона, а то был какой-то мини-каньон. Поэтому мы еще удивились. Мы читали описание. Там было написано, что этот каньон – это мечта каждого дайвера. А там дети играют в мячик и по колено стоят в воде. Если дальше по этой брусчатке, по прямой ехать, вот начинаются уже знаки. И здесь находится даже такой есть визы-центр Актова. И вот именно здесь должен находиться большой каньон, который мы сейчас пойдем попробуем найти. Вот эта полянка – очень интересное место. И в целом, если у вас много времени, вы можете брать с собой даже палатки. И здесь вот останавливаться. Люди здесь стоят. Атмосферка прикольная. И плюс у вас было бы время еще полазить хорошо по всем этим скалам, каньонам. Можно провести тут даже целый день, а может и два. Доброе утро, друзья. Мы уже у Лены дома. Сейчас собрались с семьей. Сегодня мы решили поехать на Кирнбургскую косу. Едем мы с родителями, с братом Лены Леши, с его девушкой. И еще с нами будет подруга Лены Мила, уже наша общая подруга. И малыш Жорик. Кирнбургская коса – это удивительное место, в котором я еще никогда не был. Лена вроде как была, да? Нет! И Лена не была. Круто. Мы там никогда не были. Сегодня там побываем. И сейчас нам надо с самого утра подорваться туда быстренько на катер. И нас на катере отвезут, потому что на машине туда очень сложно доехать. И на такой машине, как у нас, мы туда в принципе не можем доехать. На самой косе, по идее, с обратной ее стороны, вода будет кардинально отличаться цветом от этой. И должна быть прозрачной, чистой и супер классной. Здесь же она такая темненькая. Ну, как и на всем побережье. Но они одного не найдут просто. Ну, да, кто-то. У нас уже полный состав. Мы сейчас ждем катер вот такого типа. И будем ехать на Кинбургскую косу. Мы уже прибыли. И тут, я думал, вообще не будет никакой цивилизации. Но тут, вон, я вижу, даже печеньку продают, кофеек. Вот такие вывески здесь есть. Билоборожье, Святослава. Звучит очень круто. Ну, и в общем, идем через джунгли. Пластик, склой, органика. Это тут бомжи вечеринку. В общем, мы тут увидели какого-то кракена. И все говорят, что это обычная медуза. Я себе трудно представляю, что ты плывешь под водой, и такая штука на тебя садится. Это стрёмно. Субтитры подогнал «Симон» Лена все время гузит, что у меня кальмары подмышками. Ну, когда я долго не врею. Вот тут у чувака не то, что кальмар подмышка, у него тут целая паутина. Субтитры подогнал «Симон»!